Добро пожаловать на еще один реакционный эпизод, подготовленный двумя самыми влиятельными персонами в мире. Добро пожаловать на еще один реакционный эпизод, подготовленный союзом короля и шута. Добро пожаловать на еще один реакционный эпизод, подготовленный шутниками в кепке и в очках из Южного Лондона. Единственный и неповторимый. Главный герой этого часа Зи Шан. Как тебе такое? Да-да, неплохо. А со мной в студии лев. В нашем деле. Бро, нам нужен лев. Чтобы этот лев зарычал, бро. Ты еще меня услышишь. Непременно. И у тебя есть кое-что, что должно разбудить нас сегодня. Абсолютно верно. И? Абсолютно верно. Все достоверно и реально? Без всяких шуток. Они это сами опубликовали, чему я даже был весьма удивлен. Отлично. Тогда давай проверим и посмотрим, что там за лев. И союз короля и шута. Давайте посмотрим. А знаешь еще, брат, мне кажется, что тем, кто пытается обосновать все, что происходит в Палестине, мне кажется, им и шута достаточно. Однозначно. Тут два варианта. Если они обосновывают происходящее, то либо они ничего не знают о ситуации, либо у них просто расистский настрой. Все достаточно просто. У них неприязнь к мусульманам. Либо расистский, либо исламофобский настрой. И я не вижу тут никакой третьей стороны. Иначе я просто не могу объяснить, с чего вдруг кто-то станет поддерживать Израиль. Или быть может в экономических интересах? В экономических интересах? Да, геополитические и экономические интересы, как США. Хм. Так и есть. Тоже верно. Хорошо, давай посмотрим видео. Давай. По сути, она пытается посеять мысль, что мечеть Алякса будет каким-то образом разрушена, и на ее месте будет возведен храм. Они будут расти с этим мышлением. Вау. Да, и это с учетом того, что каждый ребенок и каждый... Гражданин. Да, гражданин. Обязан отслужить в израильской армии. Но есть пара исключений. Есть, только на этих людей исключения не распространяются. Нет, конечно. Что? Что? Развалится, взорвется, исчезнет. Ярость. Посмотри на него. Он говорит такое и еще улыбается. Посмотри на него. Да, оно шокирует то, что учителя даже не делают ему замечания за такие слова. Как будто именно это они хотят услышать. Я хочу их убить. Я чувствую, что я хочу их убить. Они будут рабами. Да, именно этого они и хотят сказать. Все арабы умрут, а некоторые станут рабами. Хорошо учиться. Неудивительно, что они стали вполне открыто выступать. Многие уже не стесняются своих российских высказываний, выражая свою нетерпимость к чужим культурам. Безусловно, не все евреи одинаковые. Равно как и не все мусульмане одинаковые и христиане не все одинаковые. И мы не пытаемся сказать, что эти люди выступают от имени всех евреев. Даже Коран говорит, просто чтобы было ясно, что евреи и христиане не все одинаковые. Похоже, Коран говорит и о мусульманах. Есть три категории мусульман. Одни придерживаются середины, другие преуспевают в благих деяниях, а третьи притесняют самих себя. Поэтому мы не говорим, что с точки зрения теологии Коран не допускает определенные нюансы, как в мусульманской среде, так и в иудейском и христианском обществе. Мы не станем утверждать и говорить своим детям, что все евреи одинаковые. Или же, что все мусульмане одинаковые. Даже звучит наивно. Не следует обобщать. В этом и заключается проблема вот такого вида воспитания. Оно просто заставляет обобщать. Поголовное обобщение. А потому что это им помогает создать четкое противопоставление главного героя и злодея, с тем, чтобы у них проявилась нетерпимость. По мере созревания это учит их проявлять нетерпимость по отношению к определенному сегменту населения, непохожему на них. Население, за которое они несут ответственность. Да. Поскольку, будучи людьми в форме, военные, полиция, вы являетесь оккупационной силой. И вы несете ответственность. Разве не так? Если вы несете ответственность, то вы не можете пенять на палестинцев. Мол, они должны делать то, они должны это. Нет-нет, вы оккупационные силы. Вы военная мощь. Соответственно, на вас лежит моральная обязанность заботиться о людях. Да, но многие просто еще не понимают, что около 25% так называемого Израиля – это арабское население. И ты прав. Многие считают, что палестинцы живут либо в Газе, либо на оккупированных территориях. Но это не так. Около 25% находится в Израиле. Они там живут, они граждане Израиля. А теперь представь себе, что в твоей стране проживают такие же граждане, как и ты, но по причине этнического или расового происхождения, только потому, что они арабы, они должны быть подвергнуты притеснению. И Коран, кстати, это осуждает. Он обращает внимание на отдельных евреев, но не всех в целом. Некоторые евреи используют теологию с целью исповедания некого этнического и теологического превосходства, когда ты считаешь, что ты лучше только благодаря своей расе. Аллах Субхану Тааля говорит, и тут мне на ум сразу пришли два аята. Если вы считаете, что вы обладаете превосходством над остальными, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Вы же верите в загробную жизнь? Пусть у вас и нет ее подробного описания, но что вам тогда делать тут? Вам стоит пожелать себе смерти. Если вы считаете, что ваше этническое происхождение – это ваш билет к спасению в мире вечном, то что вы тогда до сих опор делаете в этом мире. Коран же говорит, что они никогда не попросят об этом. Справедливости ради, даже если вы и избранные, то, во-первых, для чего вам сносить чужую святыню, чтобы построить на ее месте свою? Во-вторых, для чего вам порабощать целый народ? Или же этим самым вы хотите продемонстрировать, что вы избранные? Да, и они ответят тебе «да». Можно копнуть еще глубже, хотя я лично считаю, что все это привнесено и искажено, но в самом Ветхом Завете говорится о превосходстве еврейского народа. Наиболее яркий и ключевой момент, по моему мнению, это когда сам Бог покаялся перед Израилем. Вау. Представить только, заставить Бога унизиться перед каким-то племенем Израиля. Они отзываются об Исмаиле как о диком человеке. А все потому, что его родство идет по другой линии. Он стал праотцом арабов. На самом деле источник многих этих проблем можно найти в Ветхом Завете. Сам Танах, еврейская Библия, содержит в себе эти российские и этнические подтексты. Да, и еще такой момент. Просто мне только что пришла в голову мысль. Люди читают истории Ветхого Завета, Нового Завета, да и Корана. И все эти рассказы основаны на одном и том же событии. Одна из них, как мы знаем, это Исход. Она рассказывает нам об исходе евреев из Египта через Красное море и так далее. Согласно Корану, суть этой истории в том, что Моисей призывал фараона поклоняться одному Богу, потому и попросил его «отпусти мой народ». Но ты не найдешь этого в Библии. Я не припомню, чтобы в Библии Моисей хоть раз призвал фараона поклоняться одному Богу. Даже если и был такой момент, он не был ключевым. А упор всегда ставился на «отпусти мой народ». Все только о народе, о еврейском народе, что они избраны, что им что-то обещано, следовательно, «отпусти мой народ», в то время как идейное содержание Корана всеобъемлюще. Мы сотворили вас разными народами и племенами с тем, чтобы вы узнавали друг друга. И лучшие из вас самые богобоязненные. Пророк сам сказал, что нет преимущества темнокожего над светлокожим, белого над черным, араба над неарабом или неараба над арабом. И лучшие из вас те, кто совершает благие деяния. Это религия для всех. А тут мы видим что-то наподобие медресе для них. Да, и мы тоже всегда работаем под пристальным вниманием. С медресе и тому подобное. С медресе. Но никто не может отрицать, что ислам – это многокультурная всеобщая религия. В то время как иудаизм вполне откровенна. Сама причина, по которой они не призывают к своей вере, заключается в их исключительности. Это эксклюзивная религия. И иногда это может привести и к тому… Я не говорю, что все евреи толкуют свое писание одинаково. Иногда толкования могут служить основанием для определенной расы, общины или этноса претендовать на преимущественные права. Вот мы и видим, как эта карта разыгрывается в учебных классах с участием таких невинных детей. Кто-то может возразить, что это просто одна случайная запись. Но это лишь пример множества похожих видеороликов, которые сегодня расходятся по социальным сетям. В данном случае – это дети. Но есть и опросы взрослых, проведенные на улицах. И в их ответах резонирует тот же духовный настрой, что и у этих детей. А с учетом того, что всем этим людям когда-то предстоит служить в армии, и мы уже видели записи, как солдаты срывают хиджаб из женщин, бросают гранаты, используя палестинских детей в качестве живого щита. А некоторые вещи показывать нельзя, поскольку социальные сети просто мгновенно их удаляют. Все это имеет место быть. И мы должны выявить и придать огласке их источник, чтобы вывести все наружу. Иначе мы просто обрываем листья, в то время как корни продолжают питать ветви сорняков. Зишан, мне было очень приятно, прекрасная аналитика, как всегда. Продолжай в том же духе. Вы с Алией проводите блестящую работу. Да, и ты тоже, дружище. Не, я все еще пытаюсь угнаться. Мы все стараемся мотивировать и поддерживать друг друга, иншаллах. И вы подключаетесь к нам в силу своих возможностей. Да, и послушайте, друзья, на самом деле, голос мусульман в настоящее время в социальной сети. Стоит лишь посмотреть десять последних видеороликов этого человека и Алида Авата, я нахожу у них успокоение, потому что во мне накопилось столько гнева после просмотра этих материалов. Реально их смотрят миллионы людей. Миллионы. И мы не преувеличиваем. За последние десять дней миллионы людей увидели все это. Не забывайте, что даже население самого Израиля, наверное, не больше десяти миллионов. Поэтому мы охватываем аудиторию, которая намного больше, чем сам Израиль, или же его большая часть. Это отличная работа, и не стоит ее недооценивать. Поэтому, пожалуйста, делитесь, ставьте лайки, подпишитесь на их каналы, потому что именно сейчас, как никогда, мы в этом очень нуждаемся. Сазакаллах хайр, Мухаммад Хиджаб. До скорой встречи. Ас-саламу алейкум. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором и да примет от вас Аллах.